Как изжить такое явление, как нелегальный извоз? Результат выполнения плана мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильными такси на территории города Пинска без государственной регистрации, этот вопрос рассматривали на аппаратном совещании в Горисполкоме. Продолжить тему Ирина Иванцова. Сегодня в Пинске зарегистрировано 86 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица, которые оказывают услуги такси на 141 машине. Но на деле их гораздо больше. Этот список вполне могли бы дополнить и так называемые нелегалы, но они предпочитают работать в тени и не уплачивать положенные налоги и сборы. Однако, несмотря на значительное количество зарегистрированных плательщиков и их рост в последнее время, в ходе проведения оперативно-контрольных мероприятий постоянно устанавливаются факты оказания услуг по перевозке пассажиров без государственной регистрации в установленном порядке, количество которых возрастает с каждым годом, что влечет за собой поступление обоснованных жалоб со стороны легальных перевозчиков. Для наведения порядка в этой сфере весной этого года в Горисполкоме утвержден план мероприятий, направленный на выявление пресечения фактов оказания услуг по перевозке такси без госрегистрации. Работу уполномочены проводить три структуры – налоговая, милиция и транспортная инспекция. За истекший период 2018 года по результатам 49 оперативно-контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками инспекции, установлено 39 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси без государственной регистрации в установленном порядке. В отношении 30 физических лиц в связи с отсутствием системы занятия предпринимательской деятельностью вынесено официальное предупреждение. В отношении 9 лиц составлены административные протоколы. Арестовано 8 транспортных средств предварительной стоимостью 74 тысячи рублей. Несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере нелегального извоза пассажиров в нашем городе остается напряженной. Если в других городах набирает популярность оказание услуг с использованием интернет-ресурсов типа Максим, Убер и так далее, то наиболее актуальными для Пинска остаются по-прежнему оказание нелегальных перевозок единолично, либо в сообществе легальных таксистов так называемых каналов – круиз, диско, элита, комфорт, тропа, престиж, вояж, планета. По мнению начальника налоговой службы, увеличение числа нелегальных перевозчиков обусловлено возможностью получения легкого и быстрого дохода, без особых материальных затрат, низкие штрафы и редкое применение судами конфискации автомобиля. На заседании исполкома Михаил Самолазов высказал упрек в адрес транспортной инспекции, которая сосредоточила усилия в основном на уличении междугородных маршруток в регулярных перевозках без соответствующего оформления. Пока мы в протоколе констатируем факт отсутствия взаимодействия и желания вашего взаимодействия как подразделения структурного на территории города Пинска по взаимодействию с налоговой инспекцией по выявлению фактов именно нелегального извоза. Нелегальное такси – угроза безопасности пассажира. Решение этой проблемы возможно только в ходе комплексной работы всех заинтересованных и контрольных органов.